Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи царя Савамона. И конкретно мы изучаем сейчас 20 главу. И сегодня Рошходыш. Рошходыш – это начало месяца Элуль. Начинается самый такой... Он не самый важный, хотя можно сказать, что он тоже самый важный. Месяц Элуль, чем он важный? Знаете чем? То, что он подготовка к месяцу Тишерея. То есть Элуль... Вот непонятно, что важнее. Важнее подготовка или само событие? Это очень важный вопрос, мы сейчас не будем его разбирать, но он есть. То есть сейчас месяц, когда мы готовимся. Готовимся Элуль – это подготовка к Роша Шана. В Роша Шана это будет Ба, Суд. Это будет как раз два дня, когда весь мир переходит на новый цикл. На новый цикл. И в зависимости от того, что человек делал в прошлом году и как... А сейчас конец года ты как бы... Вот за последний... Знаете как? На последнем километре на марафоне можно или сдаться, или всех обогнать. Финишная прямая года. Мы вышли сегодня, мы вышли в финишную прямую года. Потом наступает финиш года. И в зависимости от того, как ты жил, и в зависимости от того, что ты задумал на следующий год, на небе происходит какое-то изменение. И так, потом 10 дней, называется 10 дней раскаяния будет. И мы еще много будем на эту тему говорить. Будет 10 дней раскаяния. В это время каждая молитва, каждое слово, каждое намерение, каждое действие, когда ты перепродумываешь себя, ты создаешь как бы свой слепок, свой слепок духовный, свой слепок интеллектуальный. Кто я в этом мире? Зачем я? А правильно ли я поступал в прошлом? А буду ли я так же поступать в будущем? То есть, это все как раз 10 дней раскаяния дают возможность еще изменить это. И в Йом-Кипур, да, Йом-Кипур, бах, 10-е тишрея, все завершается. И, значит, а сейчас начинается месяц Илуль. Написано в этот месяц, Ани-Ли-Дуди-Вэ-Дуди-Ли. Илуль. Ани-Ли-Дуди-Вэ-Дуди-Ли. Правильно, да. В этот месяц, в этот месяц Бог выходит прямо близко к нам. И вот Яков Шатадин, он напоминает, что сегодня урок для Беба Бадбася. И для поднятия души Беба Бадбася, чтобы, значит, очень хорошая тема такая, да, когда вот мы учимся, да, можно просто, ну, интересно там, чего, как расскажет, что там царь Соломон сказал, Тора и так далее. А можно, можно прямо понять и почувствовать, что Тора – это мысль Всевышнего. То есть это самое такое в этом мире яркое проявление Всевышнего. И когда, когда мы будем, когда мы будем, значит, изучать Тору с таким намерением, то этот свет божественный, он как бы освещает все внутри, как прожектор такой, да. И он не просто освещает, он светит, то есть тебе становится все понятно через Тору. Он дает еще и такой свет, энергия, которая уничтожает, оно прям испаряет зло. Все, друзья. Удачи, успехов нам в важном деле изучения Торы. И двадцатая глава. Сегодня мы находимся в двадцать третьем и двадцать четвертом отрывке. Значит, давайте вспомним, что мы изучали в двадцать втором отрывке, помните? Двадцать второй отрывок был такой, что, значит, Аль-Тумар Ашальмара, Кавеля-Дуной-Вейшалах. То есть, не говори, было сказано в двадцать втором отрывке, Не говори, не говори, заплачу злом. Надейся на Бога, и Он поможет тебе. Значит, когда кто-то сделал тебе зло, у тебя есть два варианта. Ответить ему злом или не ответить ему. А дальше есть два варианта. Обижаться или не обижаться. А дальше есть еще два варианта. Верить в то, что Бог его накажет, если он сделал тебе зло, или не верить. То есть, всегда есть множество разных вариантов. Царь Соломон нам советует в этом, в двадцать втором отрывке, Не говорить, я ему заплачу злом. Не мстить, значит, а надеяться на Бога, что Бог все уладит. Да, Светлая память Беба Бадбаса. Шошан Акас пишет, да. Теперь дальше. Двадцать третий отрывок. Он разъясняет предыдущий. Вот сегодня мы как раз двадцать третий отрывок начинаем учить. Значит, секундочку. Есть, мне кажется, здесь у меня ошибка. Таават Ашем Эвен Ваевен Мазны Мирма Лотов. Значит, мерзость перед Богом двоякие гири. Эвен Ваевен это как камень и камень. Весы обманные это не добро. Что имеется в виду? Значит, с одной стороны, мы знаем, что Бог управляет миром по принципу мера за меру. Это в Торе прямо написано прямым текстом. Глаз за глаз, рука за руку, нога за ногу и так далее. То есть, мера за меру. Все очень в этом мире честно. И есть такое, как проявление Всевышнего, называется Медат Один. Качество суда. Качество суда, то есть честно, мера за меру. Теперь есть второе качество у Всевышнего. Называется качество милосердия. Милосердия. И когда Бог вначале сделал мир, который стоял на качестве суда, он не мог существовать. Вообще не мог. То есть, если бы каждого из нас, Всевышний, сразу же судил за все наши нарушения того, как надо жить. За все зло, которое... Каждый, написано, нет праведника, который бы не согрешил. То сразу бы мир сгорел бы. Нету у мира... Ну, то есть, он бы не простоял бы одной секунды. Если бы Всевышний мир судил качеством суда. Но Всевышний, у него есть качество милосердия. И это не значит, что милосердие отменяет качество суда. Милосердие задерживает суд. То есть, это надо понимать. Милосердие задерживает суд. И оно его... Вот приведу пример. Значит, какой-то человек, он согрешил. Он, не дай Бог, убил кого-то. Убил он его умышленно. Умышленно убийство. Это страшный грех. В 10 заповедях написано, не убивай. По Торе, Бог сказал, что есть 4 вида казней. 4 вида казней. И того, кто убил, надо казнить. Так что, где здесь милосердие? А в этом и есть милосердие. Что если его... Он совершил грех. Его казнили. Этот грех искупает его грех. И он дальше получает возможность двигаться дальше в духовный мир. Понятно. В этом милосердие. Или, например, какой-то человек, он совершает грех по отношению к другому. По суду его должны были бы с неба сразу наказать. Но милосердие задерживает это наказание. И ждет, может быть, он раскается. Прошел год. Он думает, блин, зачем я так делал? Вот месяц и лунь. Зачем же я так делал? Вот я неправильно сделал. И человек раскаялся. Все это... Это... Тот, кто его обидел. А тот, кого обидели, у кого забрали, деньги находит. И перестает обижаться на того, например. Да? То есть, все в этом мире вот так вот соединено, переплетено. И все происходит в мыслях. То есть, в реальности, по факту, в данный момент происходит очень мало событий. То есть, реальность, в которой человек находится... Вот мы с вами находимся сейчас в моменте реальности. Вы можете там видеть телефон или экран компьютера. Вы можете потрогать себя. Все. Все, что было до этого момента, уже нет. Все, что будет после этого момента, еще нет. А что есть? Только реальность вот это и мысли. Мысли, воспоминания, ожидания и так далее. Поэтому, если человек в мыслях раскаивается, и вот этот вот механизм чувы, раскаяния, возвращения Всевышний нам дал, это как стиральная машина. И вот сейчас, месяц и луль, как раз это время для того, чтобы прямо себя очистить, такая химчистка, раскаяться, передумать, перепродумать, взять на себя хорошие планы, хорошие решения в духовности, в служении Всевышнему. Понятно. Теперь говорит нам Всевышний в 23-м отрывке, 23-й отрывок 20-й главы. Он говорит, мерзость для Бога камень двоятей дири и весы обманные нехорошо. Значит, получается, получается, что если ты хочешь кому-то отомстить, и ты делаешь это как-то вот тоже, ну ты говоришь, ну я же прав, например, он у меня украл, я у него украду, он меня обидел, я его обижу, он про меня сказал плохо, я про него еще хуже скажу. Нельзя так делать. То есть, то, что он сделал плохо, надейся на Бога, Бог ему с ним разберется. Ты не можешь делать. Вот это вот, когда-то спрашивали Равейска Газильбера насчет поговорок, народной мудрости. Как к ним относиться? Он говорит по-разному. Вот и привел пример три народных мудрости. Первая народная мудрость, с кем поведешься, от того и наберешься. Он говорит, это истина. То есть, человек, общаясь с другим человеком, по-любому от него набирается. От злодея зла, от праведника праведности. То есть, это, говорит, народная мудрость, которая полностью соответствует закону Торе. Теперь, а вот с волками жить по-волчьи выть, он говорит, это не еврейская мудрость. Он говорит, если ты с волками, ты не должен становиться волком. Ты не должен становиться волком, и если ты станешь волком, и скажешь, я из-за него стал волком, так какая разница, из-за кого? Ты не должен быть волком. Все. И, значит, есть в Талмуде, есть история, которая показывает тоже, что двоякие гири, да, вот, в любом случае, это мерзость перед Богом, и это нехорошо. История такая. Значит, у раби, по-моему, раби Иуда его звали, он был самый главный у мудрецов в Вавилоне. Написано, что у него стисло 400, 400, этих самых, бочек вина. 400 бочек вина, бочонка вина у него стисла. Значит, он говорит, ну, рассказал мудрецам, стисло у меня вино. Они ему говорят, значит, проверит господин, пусть, свои дела. То есть, если у тебя стисло вино, так надо проверить свои дела, может, ты что-то не то сделал. Он им говорит, вы что, меня подозреваете, что я что-то плохое сделал? Так он им задает вопрос. А вот это вот, смотрите, откуда берется вот это вот отношение к евреям, что евреи задают вопрос на вопрос. Из Талмуда, то есть, там все уточняется. Там нет такого утверждения, там идет через уточнение, через вопросы. И он им говорит, вы что, думаете, что я где-то согрешил? А они ему говорят, а ты что думаешь, что Всевышний делает суд без причины? Ну, то есть, то, что у тебя вино стисло, это что, оно просто так оно стисло, 400 бочонков? Он задумался, задумался и говорит, вы знаете, говорит, не знаю я, что я не так сделал. Я стараюсь жить все время по Торе, все, учу Тору, обучаю Торе, стараюсь все делать по Торе, нигде не нахожу, чтобы я где-то согрешил. Если вы знаете что-то, скажите мне. Они ему говорят, да, да, мы знаем, мы знаем, мы знаем, что у тебя есть арендатор, и ты у этого арендатора забрал часть урожая, забрал у него часть урожая. Он ему говорит, послушайте, говорит, что значит я у него забрал часть урожая. Выяснилось, что он меня обманул в прошлом году, мне не доплатил, я у него в этом году забрал его урожай, чтобы вернуть себе тот убыток, который он мне нанес в прошлом году. Они ему говорят, у вора украл, вкус воровства почувствовал. То есть, давайте вдумаемся, что там было. Значит, было у раби Иуды предположение, что тот у него украл. Это не было фактом, потому что, очевидно, не было суда никакого и так далее. То есть, раби Иуда думал, что тот у него украл. Теперь, хорошо, тот у него украл. Есть в Талмуде там несколько других историй, рассказывающих о том, как были рабочие, которые носили бочку, бочку тоже с вином. И эти рабочие уронили бочку. И хозяин бочки, он у них забрал одежду, забрал у них одежду, говорит, пока вы со мной не рассчитаетесь, я вам вашу одежду не отдам. Они пошли к его учителю, и там его учитель, он выслушал всю эту историю, и ему говорит, отдай, отдай им одежду. Он говорит, как отдай одежду, они мне деньги за вино должны. Тот говорит, ну нету у них, нету. То есть, это бедные рабочие, они разбили не специально эту бочку, у них нету денег. Раньше люди были очень бедные. Тот говорит, ну ладно, ладно, отдам им. Отдает им одежду. А его учитель ему говорит, и заплати им за день работы. Тот говорит, как заплати за день работы? Я им, ну, они же мне принесли убыток. Тот говорит, заплати, потому что, ну и, я не помню там, он как ему объяснил, он привел ему какой-то тоже отрывок из Мишли. Но смысл в чем? Что у того бочка была не последняя. Это была не последняя бочка. И действительно, в этой ситуации, по букве закона, они должны были ему заплатить. И он имел право у них забрать одежду, там, их притеснять и так далее. Но его учитель, он ему говорит, слушай, глобально в жизни ты проиграешь. Та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Поэтому лучше им заплати, и пусть они идут. А тебе в следующий раз с бочкой ты разберешься. Теперь возвращаемся к истории Раби Иуды. Раби Иуда говорит, он же у меня украл в прошлом году. Он в прошлом году у меня украл, а я в этом году у него забрал. Они ему говорят, вор у вора украл, вкус воровства почувствовал. Ты у него уже украл, в этом году забрал. Он и в том году не был согласен, что он у тебя украл. Потому что человек, он свою вину не видит. Человек видит в чужом глазу царинку, в своем бревно не замечает. То есть, человек себя он все время оправдывает. И, наверное, этот его арендатор, он и в прошлом году себя оправдывал. А в этом году он вообще говорит, а при чем тут этот год к прошлому? Я-то в этом году ничего не крал. А ты у него забрал, забрал у него, значит, имущество. В общем, Раби Уда послушал, послушал и говорит, да, говорит, парни, не парни, мудрецам он так не мог сказать. Он говорит, да, говорит, вы правы. И он Хазар Батшува. Он раскаялся, Арису этому говорит, ладно, ты у меня украл в том году, и пусть будет. А в этом году, говорит, я у тебя крас не буду, я у тебя не буду ничего забирать. И вернул ему его деньги. И написано в Талмуде, что Всевышний, что сделал Бог, написано так, в вино, уксус, вино же стисло, опять он превратился в вино. А другие, другое мнение говорит, нет, вы неправильно поняли. Когда написано, что Бог вернул ту же ситуацию, он ее не так вернул. Он не сделал для него прямое чудо, чтобы стисшее вино опять стало вином. Нет, у Бога же много путей в этом мире вот так вот управлять реальностью. У него много возможностей. Уксус, вино-то стисло, оно стало винным уксусом. И в этом году, в этом году уксус поднялся в цене, по цене вина. То есть он рассчитывал продать вино там, например, по какой-то цене. А вино в этом году было дешевое, потому что все сделали много вина, и ни у кого не стисло. А у него единственного стисло это вино. И Бог сделал так, что уксус в этом году поднялся по цене, и он продал так же, как продал бы вино. То есть, когда он раскаялся, у Всевышнего много возможностей есть все переворачивать в жизни по-новому. Понятно, да? Очень интересно. Значит, еще раз давайте вернемся. Соединяем два отрывка, 22 и 23. Не говори, заплачу злом. Надейся на Бога, и Он поможет тебе. Мерзость для Бога двояки и дири, камень и камень. И весы нечестные, это нехорошо. Даже если у тебя есть причина, и ты считаешь, что ты прав, и ты считаешь, что ты полностью оправдан на твое поведение, и ты очень-очень так прямо агрессивна. Знаете, как люди, когда они чувствуют, что они правы, они могут прямо, ну, прям очень агрессивно друг на друга нападать? Нет. То есть, если Он сделал тебе зло, ты не становись с Ним. С волками жить, поволчь и выть, это не еврейская мудрость. Он волк, не будь волком. Дальше. Теперь, 24-й отрывок, он завершает эту тему, и написано так. Значит, И человек, откуда он поймет путь его? Откуда он поймет свой путь? Что это значит? Значит, вот мы постоянно сидим в этом настоящем, секундном. Секундное настоящее. И каждый находится в своих вот этих вот мысленных петлях таких. Если я сделаю это, будет это. А если он сделает это, будет это. А если то, то будет то. И человек постоянно пытается причинно-следственные связи у себя в голове выстраивать. Если я сделаю так, будет так, так, так. Царь Соломон говорит, мудрейший из людей, От Бога шади человека. Ты не знаешь, ты не знаешь вообще, что будет через один шаг. Ты можешь предполагать 155 раз. Как будет, только Бог решает. И человек не поймет. Моя вин дарко. Как человек поймет свой путь, если он не знает, что у него за спиной сейчас? Если человек не знает, тут он может предполагать миллион разных планов. Тут коронавирус. Тут выборы в Беларуси. Вот так вот ситуация меняется в 3 секунды. Казалось, Белоруссия самая устойчивая страна. Сейчас бах, качнуло, качнуло, качнуло. Куда дальше пойдет, никто же не знает. А что мы знаем? Мы знаем только, что Бог, от Бога пути шади человека. Поэтому, если человек хочет, чтобы у него был хороший год, хорошее отношение с людьми и так далее, в первую очередь нужно установить хорошее отношение с Богом. Нужно понять, что Бог от тебя хочет. Нужно молиться, просить Бога, знать, что Бог, он человеку хочет только добра. И если ты это понял, осознал и установил свою личную связь с Богом и начинаешь выполнять заповеди, все остальное наладится. Все остальное наладится, как мы учили в Мишле в 3 главе. Положись на Бога всем своим сердцем. То есть, у тебя в сердце должно быть полная уверенность, что Бог с тобой, Бог тебе поможет. В Аль-Бен-Атхай на свою сообразительность не полагайся. Потому что вся сообразительность человека – это иллюзия из иллюзий. Никто не знает, что будет завтра. И это уже понятно, доказано, передоказано. Все. И сейчас месяц иллю – самое хорошее время соединиться со Всевышним и заново выстроить свою систему координат, поставив на первое место Тора, заповеди, добрые дела, молитва. И вот этот вот привод, он выровняет всю жизнь. Все остальное выровняется. Если ты ставишь Бога, молитву, благодарность и заповеди на первое место, и это твое как бы намерение, то от Бога шаги человека. Еще один из самых моих любимых отрывков Мишли – это «Беколь драхеха деягу» – «на всех своих путях познавай его» «Вэ у я ашер архатеха» – «И он выпрямит твои пути, твои дорожки, все твои тропиночки Бог выпрямит». Если ты выбираешь путь и пыстаешься познать Бога, понять волю Бога, то тогда ты идешь на этом большом магистральном пути, и он выпрямит все твои тропиночки. Все остальное, оно выпрямится где бы ты ни был. Все. Всем ходыштов, хорошего дня, хорошей недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok